Свидетели Иоанна Затавустова о воспитании детей. Подлинно немаловажное дело посвятить Богу детей, данных от Бога. Если не положат под здание опоры и основания, то будут иметь велюхую награду, тогда как, наоборот, за нерадение подвергнуться наказанию. Так Ильи погиб через своих детей, потому что ему надлежало вразумлять их. Он, правда, и вразумлял, но не так, как следовало бы. Ему не хотелось огорчать их, и он их из себя погубил. Слушайте это, отцы, воспитывайте детей своих в наставлении и по учению Господним и с великим тщанием. Юность неукротимая имеет нужду во многих наставниках, учителях, руководителях, насмотрщиков, воспитателях. И только при таких усилиях возможно обуздать ее. Что конь не обузданный, что зверь неукротимый, то же самое и юность. Поэтому, если в начале и с первого возраста поставим для нее надлежащие пределы, то впоследствии не будем иметь нужды в великих усилиях. Напротив, потом привычка обратиться для них в закон. Не позволим же им делать того, что приятно и вместе с тем вредно. Не будем угождать им, потому что они дети. Но преимущественно будем их сохранять в целомудрии. Тут более всего возможен вред юноше, юности. Об этом мы особенно должны заботиться и к этому особенно должны быть внимательны. Скорее будем брать для них жен, чтобы они, имея чистое и нерастленное тело, соединялись с невестами. Такая любовь особенно бывает пламена. Кто был целомудренным до брака, тот тем более останется таким и после брака. Напротив, кто до брака научился любодействовать, тот и после брака станет делать то же самое. Блуднику говорится, сладок всякий хлеб. Из книги Иисуса Серахова, 23 глава. Для того и возлагается на голову венцы, знак победы, что они, не будучи побеждены, вступает в врачный чертог, что они не были одолены похотью. Если же кто, увлеченный с водострастью, предался блудницам, то для чего после этого он имеет и венец на главе, когда он побежден? Это будем им внушать, этим будем их вразумлять, устрашать, делая то одно, то другое. Об имуществе для них мы заботимся, и об них самих нет. Видишь ли, какое безумие? Прежде образуй душу сына твоего, а имущество он уже после получит. Если душа у него нехороша, то он не будет иметь ни малейшей пользы от денег, и наоборот, если дано душе правильное образование, то бедность нисколько не повредит ему. Хочешь ли оставить его богатым? Научи его быть добрым. Таким образом он может и состояние умножить. Если же и не умножить его, то, по крайней мере, он ничем не будет хуже людей зажиточных. Между тем, если он будет злой, то хотя бы ему были оставлены с тобою бесчисленные сокровища, ты не оставил хранителя этих сокровищ, а сделал его несчастнее тех, которые впали в самую крайнюю бедность. Действительно, для детей, не получивших правильного воспитания, бедность лучше богатства. Потому что первое, даже помимо их воли, удерживает их в пределах добродетели. Между тем, последнее, хотя бы даже кто и желал того, не позволяет вести жизни целомудренной, но увлекает, не спровергает и вводит бесчисленное множество преступлений. Вы, матери, больше всего смотрите за дочерями, наблюдайте за тем, чтобы они сидели дома, а прежде всего учите их быть благочестивыми, скромными, презирать деньги и не слишком заботиться о нарядах. Так из-за мужества отдавайте их. Если так образуем их, то вы спасете не только их, но и мужа, который возьмет ее, и не только мужа, но и детей, и не одних детей, но и внуков. Если корень будет хорош, то и ветви будут лучше развиваться. И за все это вы получите награду. Дочь при вступлении в брак должна так выходить из отечественского дома, как борец из места состязаний. То есть она должна знать в точности всю науку, с помощью которой могла бы подобно закваске все смешение возвести к собственной красоте. И сыновья опять в такой степени должны быть скромны, чтобы, скорее всего, можно было узнавать их по их благонравию и целомудрию, и чтобы они заслужили великую похвалу и от людей, и от Бога. Аминь. Напоминаю, на этой неделе в субботу у нас праздник, храмовой праздник. Наш храм посвящен в честь священномученика Анфима Некомедийского. В этот день совершается его память. Поэтому будут гости у нас. Возможно, будет и владыка-метрополит. Храни всех Господь. Сестры, вы подождите меня, не уходите там я с вами.